Скандал вокруг центра адаптации для несовершеннолетних в Шимкенте набирает обороты. Накануне мы показывали видеообращение воспитанниц учреждения, где они рассказали об издевательствах, которым якобы подвергаются. Прокуратура начала проверку и вот сегодня еще одна жительница Шимкента выложила в интернет запись, в которой рассказала о том, что ее сына там же избивала одна из воспитательниц. Наши корреспонденты разбирались в этой истории. Девятилетний Дин Мухаммед после трехмесячной разлуки снова в объятиях мамы. После того, как 34-летняя Карима попала в реанимацию, мальчика прямо со дворосъемной времянки забрали в центр адаптации несовершеннолетних. Маме буквально пришлось выкрасть оттуда ребенка после того, как она услышала рассказ о порядках в учреждении. Я Фариди Апай сказал, не бейте меня. Она меня сильно пнула и у меня с ноги кровь пошла. Мой пол начала пинать и говорить, это мой то мой. Я говорю, не буду мыть, у меня нога и спина болит. По словам матери Дин Мухаммеда, мальчика больного эпилепсии в два линии из центра пришлось везти в больницу. Почти месяц заняла лечение травмированной ноги. Карима написала жалобу в прокуратуру, однако ответа не получила, поэтому записала видеообращение к генеральному прокурору. Нам удалось разыскать и автора другого видео, на котором воспитанницы того же центра рассказали об издевательствах со стороны старших девочек. Она все забирала, полденьки, яблоки, полденьки, мороженое, конфеты, печенье, все забирала. Мы толком полденьки не ели. Никто не знает нашего ЦАНовского, директор, завуч. Сколько раз она заходила, завуч к вам заходила, с вами общалась она? Нет. И директор, и завуч, и кто с вами общался. Как выяснилось, ролик сняла одна из сотрудниц учреждения, Роза Байсариева. Она рассказала, что хотя и не склонна слепо верить словам подростков, но не понаслышке знает о многочисленных нарушениях в стенах центра. По ее словам, более всего вызывают подозрения таинственные люди, которые забирают детей. Бахпергена, Бахпергена, вот Кульбаевых, двое, пацаненка, 1-8, я думаю, 7 было. Они забрали, вот туркестанские, а потом я спрашиваю, по какому воспитанию они забрали. Они, вот, прокуратура мне ответила патронатная. Я хотела изучить, где документацию посмотреть, они не дают. Это мне уже недолумение. Что же касается дедовщины в стенах учреждения, то Роза Байсариева связывает ее с тем, что вместо положенных трех месяцев дети там содержатся годами. Руководство приюта признает этот факт. Действительно, из-за проволочек с восстановлением документов им приходится задерживать в центре детей больше положенного срока. Что же касается обвинений в насилии со стороны воспитанников, педагоги склонны думать, что это фантазии испорченных детей. С неблагополучных семей поступают дети, поэтому они до этого видели многое с улицы. Поэтому ребенок что хочет, то скажет. Между тем, предоставленное нашими корреспондентами видео прокуратуру Шимкента повлекло за собой проверки в учреждении. В ходе проверки были опрошены сотрудники указанного центра, а также воспитанники. Прокуроры также сообщили, что некоторые факты, которые озвучили девочки, действительно нашли подтверждение. Но впереди долгая проверка. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». На данный момент в центре адаптации содержится 27 детей, старшему из которых 13 лет, а младшему 3.